МЧС предупреждает, выходить на водные объекты на маломерных судах все еще опасно. Лед еще не растаял и может повредить даже металлические плавсредства. При столкновении с большой льдиной или корягой может оторваться двигатель. Что же говорить о резиновых лодках? Отряд МЧС обследовал озера мелкое и глубокое, а также реки Норильска и Талая на аэроглиссере. Лодки способны передвигаться как по воде, так и по льду. Результаты вряд ли порадуют любителей отдыха на реке. Еще пару недель придется подождать. Леды, которые отрываются от основных полей и выходят в Талую, они представляют большую угрозу для маломерных судов, которые, если вдруг будут подниматься по речке Талую, потому что она имеет большие повороты, закрытые повороты, из которых не видно, вот эти выходящие поля. То есть не рекомендуется сейчас, конечно, выходить. Очень много препятствий, очень опасно. Сегодня в Норильском МФЦ на Нансена 69 проходил день приема граждан. За помощью и советом главе Норильска, депутатам и руководству администрации обратились десятки горожан. Отмечу, такая форма взаимодействия с представителями муниципалитета пользуется особой популярностью норильчан. С какими проблемами приходят горожане и от тех, кому помогли, Елена Кустова. Татьяна Рязанова с радостью демонстрирует свое жилье, в которое вместе с детьми переехала месяц назад. Трехкомнатную квартиру молодая женщина получила от муниципалитета по коммерческому найму, благодаря помощи главы города. Олегу Курилову о своей квартирной проблеме Талнахчанка рассказала на личном приеме. А сегодня уже, как страшный сон, вспоминает свое еще недавнее проживание в однокомнатной квартире, съемной и с тремя детьми. Сыновья, говорит, спали в комнате, самой приходилось светиться на кухне. Поэтому, впервые проснувшись в полученной трешке, сначала не поверила своему счастью. Я открываю глаза и думаю, а почему же так тихо? Почему тихо? Потому что никто кастрюлями не гремит, кружками, тарелками тоже не стучит, холодильником не хлопает. То есть здорово. Я хотя бы высыпаться стала. Результат встречи с главой Норильска – квартира, где места хватит всем домочаться. В двух комнатах, говорит, многодетная мать, уже успела сделать ремонт, а в детскую уже купила новую мебель. И самой радостно, и мальчишкам просторно. Это моя кровать. Я сплю на верхнем ярусе, но на втором. Я там еще ночую. Татьяна от всей души благодарит руководство города за помощь в решении ее проблемы. А вот Михаил Жога пока только надеется на понимание и содействие со стороны муниципалитета. Главе города, представитель Ассоциации студенческого спорта, пришел с просьбой установить в городе побольше спортивных площадок. Олег Курилов заверил, в планах муниципалитета уже в этом году строительство спортплощадки на территории стадиона «Заполярник». Появятся они и надолго. Площадки попроще, говорит Олег Курилов, можно установить и во дворах. Важно, чтобы те, кто будут их эксплуатировать, были готовы взять на себя их обслуживание. Вот если бы была федерация спортивная, мы могли бы за свой счет поставить это все сертифицированное оборудование, передать вам на обслуживание. Ну что такое обслуживание? Это просто вы бы поддерживали в рабочем состоянии, вы сами же занимаетесь, вы сами и могли бы летом покрасить, мусор убрать, почистить. Михаил заверил, что молодые люди с удовольствием бы отвечали за порядок на спортплощадках. Определяйтесь с местами и делайте официальный запрос, резюмирует глава города. Елена Кустова, Оксана Завгородняя, Андрей Казак, Евгений Жуков, Вести Норильск. В эту субботу в Центральном районе Норильска отметят День молодежи. Обширная праздничная программа развернется на 15 интерактивных площадках города. В связи с этим Ленинский проспект частично превратится в пешеходную зону. Толнах и КРК надпразднуют днем позже. Подробности в следующем сюжете. В Центральном районе праздник начнется в 2 часа дня. Место действия почти весь Ленинский проспект от площади Комсомольской до улицы Московской. Возле музея будут выступать танцевальные и вокальные коллективы города. В 14.30 начнется велопробег, присоединиться к которому смогут все желающие. Параллельно будут работать интерактивные площадки, мастер-классы по посадке горшочных цветов, капуэйра, обмен книгами, выставка оружия, робототехника. И это лишь малая часть программы. В этом году будет выставка мотоциклов. Помимо машин и ретро, и тюнингованных, как это было в прошлом году, это будут байки, можно будет пофотографироваться, будет организована фотозона. В общем-то очень интересно. В районах Норильска день молодежи отметят в воскресенье, так что горожане смогут праздновать два дня. В КРК непраздничная программа начнется в 14.00 с детского интерактива, стринг-карт, создание картин из ниток, лепка из слоеного теста, рисунки на асфальте. Далее спортивные соревнования. Развлекательная программа с 16.00. КРК будут гулять до 8 вечера. В Толнахе праздновать начнут в 4, завершат в 7 вечера. На площади горняков зрители порадуют молодежным шоу и выступлением творческих коллективов. Праздник во всех трех районах завершится красочным фестивалем Холли. Он уже будет проходить третий год подряд. Фестиваль красок у нас на самом деле очень яркое событие. Каждый год все больше и больше народу приходит на эти фестивали. И впервые в этом году он пройдет в центральном районе на Комсомольской площади. Краски Холли – это специальные гипоаллергенные краски. Такие фестивали проходят у нас по всей территории страны. Проблем, в принципе, никогда не возникало. Люди кидаются краски, получают хорошее настроение, ходят яркие и довольные по своим домам. Организаторы отмечают, погодные условия могут повлиять на интерактив. Если пойдет дождь, то большинство площадок переместятся в здание молодежного центра на Советской 9. А вот фестиваль Холли состоится практически при любых погодных условиях. Помешать сможет разве что сильнейший ливень. Маргарита Батыченкова, Евгений Жуков, Вести, Норильск. Завтра в библиотечном сквере пройдет очередная акция в поддержку благотворительного забега. В программе праздника – семейные старты, массовые игры, интерактивные зоны и регистрация участников. Начало в 12 часов. 24 июня. Переменная облачность. Ночью без осадков, днем небольшой дождь. Ветер южный 9-14 метров в секунду. Температура ночью плюс 10, плюс 12, днем плюс 18, плюс 20 градусов. Нам этот бой не забыть никогда. В Норильске продолжается благотворительный фестиваль. Ярким событием летнего доброго Норильска стал поэтический марафон. Участники были ограничены темой «День, когда началась война». Эмоции захлестнули. Александра Молодцова была среди слушателей. 21 июня 1941 года. Советские люди наслаждались летним днем. Отдыхали, строили планы на будущее, работали. Кто-то собирался на выпускной. Никто из них не мог подумать, что завтра все изменится. Завтра начнется война, и они станут героями. Станут на защиту своей Родины. За жизнь, за тебя, за родные края. Иду я навстречу свинцовому ветру. И пусть между нами сейчас километры ты здесь. Ты со мною, родная моя. В зале все замерли. Эдуард Асадов. Письмо с фронта. Молодой красноармеец рассказывает своей маме о том, как скучает по мирной довоенной жизни. И о том, что готов биться до конца. Вот эту связь, когда мама далеко, вот эту веру в сердце, в победу, и, безусловно, тепло родительское, которое его все время сопровождает. И я уверена, что таких ребят у нас было очень много, как перед боем, наверное, у них было время об этом подумать, и это придавало им силы. Война не пощадила ни женщин, ни детей. Казнь пленных, стихотворение и варварство, описал Муса Джалиль. Дитя, что ей всего дороже, нагнувшись, обняла двумя руками мать, прижала к сердцу, против дула прям. Я, мама, жить хочу. Не надо, мама, пусти меня, пусти, чего ты ждешь. Равнодушных в зале не было, и взрослые, и дети с трепетом слушали стихи о такой далекой, но все еще пугающей войне. Мы не ждали посмертной славы, мы за славой хотели жить. Почему же в бинтах кровавых светлокосый солдат лежит? Есть такие стихи, конечно, за душу берут, и на глазах навертываются слезы. Потому что, ну, все, что говорится, это действительно так. Это крик души, разрывается сердце. И чтобы вот эта война никогда не повторялась. Гаснет вера с поколением каждого, что не будут больше убивать. Может быть, когда-нибудь, однажды. Эту акцию планируют сделать ежегодной, чтобы у каждого норильчанина была возможность прочитать любимое стихотворение о войне. Александра Малоксова, Андрей Казак, Вести, Норильск. 25 июня в России отметят День дружбы и единения славян. Этот праздник появился в 90-х годах прошлого века. После распада СССР странам было необходимо налаживать взаимодействие. Первыми государствами, сделавшими серьезные шаги в этом направлении, стали Россия и Беларусь. Они подписали ряд соглашений о взаимном сотрудничестве на равных условиях. Отмечу, что именно славяне составляют большую часть населения Европы. Сегодня День дружбы и единения праздновали в сквере возле публичной библиотеки. Воспитанники пришкольных лагерей вместе с творческими коллективами города водили хороводы и танцевали. Организаторы отмечают, сегодня День дружбы и единения славян особенно актуален. И есть такой фестиваль очень интересный, славянская культура, называется «Славянское единство». Он проводится на границе России, Украины, Беларуси. И в общем, все мы очень надеемся на то, что три братской славянских народа будут жить в мире, дружбе, согласии, потому что у нас общие корни, общая история, общая культура, общие традиции. В эти минуты в Заполярном театре драмы «Кошмар на улице Лурсин». Ведевиль по пьесе француза Эжена Лабиша поставил немецкий режиссер. Андреас Мерц подошел к спектаклю с изрядной долей черного юмора. На генеральной репетиции побывала Оксана Завгородняя. Андреас Мерц – первый европейский режиссер, решивший приехать в Норильск, чтобы создать полноценный спектакль. Он мечтал вернуться на север сразу после метели. Эскиз по произведению Пушкина Андреас Мерц представил на «Полярке-2016». Тогда режиссера восхитила работа заслуженного артиста Сергея Ребрия. Новую пьесу он подбирал уже под него. Поиск материала был долгий. Мы обсуждали эту тему с руководством Норильского театра и в итоге пришли к обоюдному решению. «Кошмар на улице Лурсин» – это комедия, с которой можно обратиться к разному зрителю. Эта пьеса предлагает массу игровых ситуаций. Здесь можно много чего сыграть. Сергей Ребрий оправдал надежды немецкого режиссера и легко вжился в образ почтенного господина Оскара Лангрюма. По ходу пьесы добропорядочный месье превращается в отъявленного злодея. Пьеса написана с изрядной долей черного юмора. В ней редактивный сюжет сопровождается шутками, водовильными песнями и танцами. Перевела пьесу с французского и, как оказалось, специально для постановки в Норильском театре – ассистент режиссера и, к слову, его супруга Екатерина Мерц. Мы всегда работаем с Андреасом в паре. Создается инсценировка, работа продолжается уже непосредственно с актерами. Текст адаптируется буквально до последнего момента, чтобы быть живым. Актерам удалось четко попасть в необычный жанр смешного кошмара и уловить ритм, заданный режиссером. Он сказал, что мне нужно, чтобы не было эту тему, тут нечего играть, нужно, чтобы это было именно на оценках все построено. Просто широко, жирно, буфонадно и ни в какую психологию уходить тут не надо, иначе пьеса не получится. Музыкальный фон в кошмаре создает живая музыка, точнее музыканты. Преподаватель Норильского колледжа искусств Жанна Сироток говорит, играть вальсы Штрауса и Вагнера на театральной сцене ей еще не приходилось. Эта работа с артистами, она гораздо просто другая, интересная, требует напряжения какого-то, требует концентрации большой. Искрометная сатирическая постановка должна гармонично войти в репертуар Норильской маяковки. Ведь даже самые строгие критики коллеги по цеху на генеральном прогоне искренне восхищались увиденным. Оксана Завгородняя, Сергей Карпов, Вести Норильск.